Привет дорогие подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Вот наступает зима и все часто в интернете ищут ответы на такие вопросы. Чем рекомендуется разбавить антифриз или тасоль? В чем разница? Можно ли смешивать антифриз и тасоль? Как часто их менять? Во-первых, сразу ясны различия между тасолом и антифризом. Антифриз – общее название охалождающих жидкостей для автомобильных двигателей. А тасоль – торговая марка отечественного антифриза. Тасоль – одно из названий, известное еще в СССР и изобретенное для автомобилей ВАЗ. Из-за российского происхождения тасола многие предпочитают не заливать его в свои иномарки. И это зачастую оправдано. В отличии от антифриза с тасолом, больше вероятность купить поделку или просто некачественную жидкость. Хотя и поделки антифриза хватает на рынке. Должны все знать, что не стоит их пробовать на вкус. Эти жидкости ядовиты. Тасоль и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тасоль более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения. Поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающих их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и поэтому силиката не содержит. Поэтому смешивание тасола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, собивающего каналы, ухудшению качества охлаждающей жидкости, так и всей системе охлаждения. Чтоб углубиться в вопросе и хорошо разобраться, можно лишь смешивать антифриз и тасоль, рекомендую посмотреть этот видео. Ссылка будет внизу в описании этого видео. Различаются эти охлаждающие жидкости такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства. Агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, потрубки, температура замерзания и кипения. Внешне же различия выражаются в разных цветах антифриза. Красным, синим, зеленым. Цвет антифризу придает красители. Как уверяют специалисты, красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета. Например, как утверждают многие, при смешивании качественного красного антифриза, тоже с красным он гарантированно не спенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельца машин, можно смешивать и антифризы разного цвета. Но результат этого смешения никто точно не предскажет. Для разбавки антифриза берется концентрат и разводится дистиллированной водой, которая покупается в аптеке или в автомагазинах. Не рекомендуется обычная вода, потому что в нем слишком больше примесей солей и известняка, из-за которых в системе охлаждения образовывается нагиб. Этот осадок практически не вредит металлу, но при этом может привести к образованию закупорок в пластинах радиатора, отчего эффективность охлаждения ухудшится, а со временем обязательно образуется микротрещение. На упаковке с концентратом обычно есть диаграммы соответствия температур и пропорции разведения антифриза с водой. Перед покупкой стоит проверить новый антифриз на совместимость со старым, смещать небольшое количество того и другого и посмотреть, не образуется ли осадок. И после сливания старого антифриза и промывки системы заливается новый антифриз. Как рекомендуют специалисты, при заливке антифриза в машину нужно поставить вкно горку, передом вверх. Так вы избежите воздушных пробок в системе охлаждения. Антифриз заливается не полностью, крышка радиатора остается открытой, двигатель опять заводится и воздух вытесняется наружу. После чего антифриз заливается до конца и крышка закручивается. Такой метод заливки советует и подходит для машин, на которых крышка имеется на радиаторе. Для тех машин, которые оборудованы расширительным бачком, чёрт её знает, как правильно заливаться. Искали инструкцию, но не нашёл. Кто знает, пишите в комментариях. Тут, наверное, правильнее будет машину поставить на горку передом вниз, так, чтобы горловина бачка была чуть повыше, чем двигатель. Что касается вопросу, как часто антифриз менять. Общая рекомендация по замене охлаждающей жидкости гласит, что менять её необходимо по крайней мере раз в два года или каждый 40-50 тысяч километров пробега. Но иногда износ антифриза наступает и раньше. Жидкость вырабатывает ресурс и уже не может выполнять свои функции в системе охлаждения. А наоборот, может стать причиной неполадков её работы. Вообще говорят, что G12 красный антифриз разработан специально для алюминиевых двигателей. И срок службы может доходить даже до 4 лет. Ну и так мы подходим к концу этого видео. В следующем видео мы ответим на интересный вопрос. Почему антифризы делают разных цветов? Задавайте вопросы в комментариях. Я постараюсь на ваш вопрос найти ответ в интернете и отвечу. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Продолжение следует...